всем доброго утречка погода нам позволяет поэтому мы этим пользуемся и катаемся в лес сегодня очередной выезд этих ребят вы уже знаете они уже были на нашем канале алкоголики это пассажир если что они с утра уже чпшники мы за них два часа уже потеряли ремень порвался ездили искали в общем пятидверный так называемый крокодил преднатяге по 8 килограмм понижение раздатки нет лебедочка такая 30 колеса патриот на 33 на артеках о блокировкам не знаю сейчас поинтересуюсь так тоже простой обычно выезд на наш любимый маршрут вы наверное узнали это место так я сегодня в экипаже белой нивы обкатываем поставил санечек инжектор тоже по 8 килограмм преднатяге 31 cst 2 выезд на этих колесах занижение раздатки нет отшитый двигатель сегодня будем тестить и вот такой вот у вас 39 4 как мы выяснили колеса у него военные мосты преднатяге тоже по 8 килограммов сзади спереди принудительных нету карбюраторный сотый мотор лебедочка electric винч бессмертный эту машину видел только в инстаграме в роликах так пока еще с ней не ездил но просвет довольно таки внушительный на таких колесах посмотрим сегодня есть у нас одна лужица мы его засунем попробуем туда где проезжал патрол а у тебя в патриоте на блокировки но не работает а сама блок сколько килограмм 7 килограмм занижение а у тебя спайсера до занижение бары там но это я уже до 282 и 8 в общем такой простенький выезд саша хочет пробить маршрут за пещеру и выехать на трассу но мы уже год не были на этом маршруте если вы помните вот где-то здесь будет час ссылочка я не ориентирую где-то сверху сейчас подсказка вылезет 5 января мы в том году на двух нивах проходили этот маршрут но мы тогда очень много пилили и там были ручьи размыты больше на этот маршрут я не слышал чтобы кто-то выходил точнее дальше пещеры заезжал сегодня если получится время уже поздно но в принципе 4 машины должны хорошо пройти и в принципе если получится то проедем у вас квазняком если нет то придется обратно выезжать реки у нас сегодня небольшие неглубокие так что броды пройдем легко и собственно все давайте погнали в лес ребята короче в подмосковье натягивают против квадроциклистов струны а у нас на речках раскидывают вот такую херню видите еще и согнула блин два раза пробила такие вот ежи проблемка знать бы кто это делает очень хотел бы до владелец с ним повстречаться до поговорить побеседовать по дружески так пообниматься такая вот херня я про это много раз слышал на первый раз сам вижу жесть давай науку дня что надо с собой всегда иметь в машине компрессор это да еще жгуты но это конечно да речки пустые сашка проедет а уазик сейчас сюда пустим ухты а на трех колесах нормально не 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 левели 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 максимально влево опасный ну него заехать должна давай вот сюда был хруст бампера слушай но год назад мы здесь на тридцать третьих проезжали но после этого я так понимаю тут не ездили клиренс решает и трактора в натяжечку аккуратненько вообще без проблем сегодня будет интересно у меня есть для него пару ямочек догнали еще единомышленников распилили дерево переградившая дорогу сухостой да сухарь полный и едем дальше сейчас одно из прикольных мест уазик получается на пневмах я так понял на подключаемых блокировках на военных мостах на тридцать пятых симаках инжектор инжектор тема до надо привыкать подергивание мелочи там немножко проверить датчики надо его утопить по пояс в салоне посетить если она будет работать тогда эта тема а все будет так ступенечка льда много но его уазик убрал протяни дальше протяни дальше вот сейчас ну если уазик здесь зацепился мостом санечек садится еще лучше раз мостом заднем садишься саня саня вот здесь прыгаешь очень опасно передок отрывается не не давай не надо не надо не надо прогоняют меня проехал дальше проехал еще раз уазик ломает лед лед сантиметров 15 не все не надо не надо не надо не надо не надо не надо не уезжай далеко дурачок он проверяет инжектор а пятидверка заедет на ступеньку легче из-за базы не они не зачем хочу крокодила очень хочу пятидверную ниву вот прям нравится только вот без этого черного баллона пожалуйста давай давай пробуй крутит морда даже не доезжает не доезжает ты вот до сюда доезжал у меня морда крутилась видно да 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 ну ты там просто на днище на полностью садился что это нет да не уазику можно и туда на лед вот выезжать уазику лед нипочем поэтому его сюда пустили Не надо Не заедет Саня, для Нивы лед страшнее, чем УАЗику У тебя много всяких моментов А тебе сюда не надо было Выезжай Саня, выезжай назад Вперед и назад, лед Вперед и назад, все, все, все Все, выезжай Выезжай совсем Вот, Сашка, я сделал ошибку Получается, вроде лужи знакомые Вроде знает, как ехать Но лед очень сильно ухудшает всю ситуацию Вот сюда Пробил колесо где-то Слышно, как травит колесо? Чем? Я вот про этих ЧПшников сегодня Которые без ремня приехали на уфрод Шагайки, чтобы п*** Ну, у них четыре колеса Они могут поснимать, если все Потом, что они еще сегодня Вот, ниппель срезали Ну и все, больше ничего не было Пока Время обед Время обед Хорош Получается, УАЗ у нас на свободных Ну, спереди есть блокировка Но она такая, сладенькая Зеркало Сложи зеркало, дай назад С разгона Не, надо встать на ту сторону Потому что у него вывешивается У него же блокировок нету Виталь, стой Сейчас, наверное, я еще встану Вот Вес туда нагрузили Колесо зацепилось И поехал И все Итак Вы это место видели Здесь рубился Патрол на 42 Во-вторых Вот УАЗ Хочет взять Это же препятствие Условия немножко другие Более сыро Немножко мешает лед Вот Конечно, оборотов меньше У УАЗа Смотрите Видите, как колеса мылятся Принудительных блокировок Нету Только самоблоки Где-то процентов По 70 О-о-о Нет, это будет тяжело Внимание На правое переднее Бьет колею Заново У него еще давление Где-то 1,5 Я предлагал подтравиться Ну, собственно, наверное, и все Показываю ему, куда рулить Ох, как он пробивает тяжело Здесь, конечно, нужна мощь Чтобы колесо чистилось в крутящий момент На патруле этого было в достатке Ну, там, как он, ZD-30 Но, по крайней мере, дизель и турбина У АЗа этого не хватает И не хватает, конечно, блокировок Да, ОАЗик лег Колесо заблокировалось И не крутится Тридцать девятое колесо полностью в грязи Полностью Ничего, ничего Мы сейчас пробьем Лебедки тяжко Лебедка не тянет Вообще Давай, отцепимся Короче, ребята Ну, попытка не удалась Пробить препятствие Которое проехал Патрол Потому что, вот смотрите Я вроде стою, как бы, на Мачаке Но мачак Застывший И поэтому УАЗу намного сложнее То есть, было бы сыро Ему бы легче Вот эту вот всю кучу Толкать было А, ну и еще, конечно Если были бы Принудительные Ну, жесткие блокировки Вот это бы колесо Как раз крутилось И он бы Нарезал А оно не крутится Из-за преднатяга И поэтому Грусть-печаль Сейчас, наверное Будем доставать назад Динамкой Или лебедкой И, наверное, все Хотя, вот сейчас Нива здесь Должна проехать По верхам Ха-ха-ха Да, слышь, Ром Нива по верхам Сейчас должна пройти Короче, должен был Подъехать Патриот И вытянуть УАЗик Назад Но Патриот, по-моему, все Да? Да Сашка Все? Ну, пока морда не работает Может, скап отключился А может, шрус? Самое интересное Нива здесь Поехала на трех колесах Я подлетел Ну, да Видео вставим А, не Ты запаял Слушай, ты одну яму взял И все И там Все Спустя некоторые манипуляции УАЗик туда-сюда поездил Нива тянет его назад Пошел Видите, слишком плотно Он лежит на бочине Жесткой блокировки Все-таки не хватает То есть То, что должно крутиться Не крутится А это висит колесо Оно мылится И все Ну и мощности Мощности тоже не хватает Лед я даже поднять не могу Этот кусок Ну Пальцы сколько? 10-12 сантиметров Ориентировочно Да Получается, что Только патрон здесь проехал За последнее время На самом деле Если бы сейчас УАЗик вот этой вот штуки Не натворил Настолько застывшая почва Что Нива может пройти верхами Вот красная бы здесь проехала Я прям уверен На блокировках Но Эта тайна Останется Неразгаданной Из-за того, что грунт твердый Нива может ехать по верхам и не сползает Эта у пацанчика еще Не стоит Заниженной раздатки Пары у него 4,3 Вот Поставит себе Заниженную раздатку Вообще кайфовать будет О, УАЗик даже поехал сюда И пятидверка решила за всеми Патриот порвал морду Здесь поменяли сосок Он же ниппель И все нормально Так Что стоит с теми делать А морду он порвал, да? Походу, да Ну, щелкнула знатка Щелкнула хорошо Итак В общем Два УАЗика Ой, там что-то хрустит Походу пара Патриот возвращается Здесь разбортировался колесо Парень тоже решил обратно ехать Как раз вдвоем выйдут Ну, а мы на трех машинах Продолжаем Наше путешествие А мы пока, да Сейчас покушаем Доедем до пещеры У нас еще до рабочего дня Еще часов 14-16 Поэтому пока можем себе позволить Так, мы доехали до бревен Которых нету Тут уже Кто-то недавно Катался И зеркала валяются Кто-то все-таки Два дерева убрал Видимо, сильно мешали Да нет Тут вообще без проблем Не сдал Очень много деревьев в речке Мы, считай, проезжали Сколько месяц назад Тут ничего не было Да, вообще А сейчас крестами навалено Вот здесь вот поднимался Патрол Вот так вот Оп и сюда Да Ситуация И вот это, кстати Дерево тоже кто-то спилил Кстати, вот этого вот места не было Вот здесь вот была земля Вот до сюда Это вот уже После последнего выезда Получается Речка так Она поднималась На Новый год Вот этого не было Заводи Давай, давай Нормально, нормально Ровно, ровно Отлично 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 Таня без проблем У пацанов третий выезд Машину дорабатывают Поставили блокировки Но они были Сейчас поставили гур Вот первый выезд с гуром Кайфует Немножко поднабраться опытом И все будет С кайфом У нас пошел дождик Сейчас речки могут подняться Поэтому будем пробовать Будем пробовать Сразу наверх ехать Через перевал Да, дождь зарядил Ай Капитально Рычагом зацепился Об камень Но все нормально Все, погнали дальше Сейчас едем за пещеру Посмотрим, как Дела там с ручьями С промоинами И будем решать Либо прямо ехать Либо возвращаться В общем Пещера осталась Далеко позади Решили пробить мы Насквозь маршрут На первой На одном газу Одна попытка Мощь Блин Только надо сказать Остальным про пенек Про этот Да он нахуй не нужен Но ты прыгал, Саня Я говорил На одном газу Но ты прыгал Я просто Газ в палату И вошел Сказал на одном газу В палату Хорош Хорош Мужик Я не ожидал Но Белка тут не заезжал Год назад Это не Нива Это не Нива Я не смогу Ничего себе! Рулём, рулём ещё, помогай! Не-не-не, уже спускайся! Не-не, он сейчас не пойдёт, ему надо разгон взять! Ты когда встаёшь, на подъёме, чуть-чуть рулём помоги! Заедешь сейчас! Чуть-чуть не хватает, остановись! Шушуть! Да нет! Стой, 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 пенёк! Дай назад, дай назад! Теперь круто вправо! Всё, отлично! Электричка тоже смогла! Я скажу так! Давай, давай! Не носила у вас могила! Парень, второй, третий раз в лесу! Вон, ребятки, машины! Два года назад мы проезжали, вот прям вот где палец, у меня вот она дорога, и вот сюда мы уезжали! В том году мы сделали вот здесь объездку, вот сюда, вот здесь вот Олег на три колеса вставал! Сейчас просто бездонная пропасть, да, поболя! Вот такая вот стихия! А вы говорите, джиперы разрушают дорогу! Это не джиперы, это природа! Вон труба! По чуть-чуть, давай, по чуть-чуть! Давай, давай, давай! Чуть-чуть вправо! Блин! Блядь! Снова, отходи! Ты здесь выйдешь сам? Да-да-да-да-да, я подскажу! Право-право-право-право! Ровно выра... Да! Отлично, отлично! Для Нивы чё... А? Чётко! Прям как для Нивы дорожка! Там аккуратно с ямой! Тише-тише-тише-тише-тише-тише! Назад! Вся канавка! Ай! Блокировка прям... Прям больно было! Да! Ай! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У вас легче прошел... То ли из-за ходов подвески... Не знаю... То ли из-за колес... То, что накат лучше... На препятствия... Но прошел легче... Хотя такие же блокировки... Продолжение следует... Идет здесь на подъем на два колеса Нива... У нее тоже примерно 8 килограмм блокировки... И мне кажется, она легче зайдет, чем трехдверная из-за базы... О, колесико оторвалось... Отлично, отлично... Смотри на него, Тема, Тема, штурмани... Давай, давай... Смотри на Тему... Давай, давай, потихоньку... Не-не, вот сюда тебе надо... Вот сюда попасть... Давай, давай, давай... Я чуть не упал... Не-не-не, назад чуть-чуть... Да... Смотри, он сейчас легче зайдет, чем ты... Межость включена? Межость включена? Межость включена? Немножко ходами... Повис... Длинная база нравится тебе? Нравится... Так... Но у них подвеска не сделана, видишь? Так, колесо прикольно заходит в арышку, цепляется, да? Да... Давай, последний раз, нет, тогда лебедка... Да и пойдем сейчас как в добрый путь, блядь... Все, стой! Лебедка тоже... Да, уже можно и так... Стой! Лебедка! Только лебедка! Руль правая и лебедка! Они... Паникер, да? Он не ляжет, она не ложится! Она сразу улетает! Она не ложится! Вот у нее жопа длинная, она не ложится! Там можно ехать уже! Помогай машиной! Газом воняет! Газом воняет! Это не газом, это с цепой! А, или с цепой! Ну что, Саня, как маршрут? Маршрут кайф! Надо было давно его пройти! Он так хорошо наблюдает со стороны, как другие вот это вот с тросом бегают, пытаются проехать, а тоже впереди стоит! У тебя все хорошо! Маршрут техничный, мы давно хотели его проехать, Сашка особенно меня просил много раз его проехать! Но вот сегодня мы его все-таки пройдем, уже назад пути нет! Моя мечта сбылась! Теперь вперед на подъем! Теперь камушки впереди! Еще одна парамойна и потом подъем на 700 метров! Это будет уже скорее всего в ночи! Все нормально сейчас зацепится! У него пассажиры, прикинь, плюс 150! Вот и все сейчас! И теперь ходом пошел разом! Выруливай, выруливай! Вот и все! Вот и все! Пассажиры много веса лишают! Пассажиры много веса лишают! Назад! Еще! Еще! Ты на меня смотри! Саша! Что ты делаешь? Ты можешь смотреть? Сдай назад! Все, стой! Поехал! Сдай назад! Сдай назад! Ты можешь смотреть? Все, стой! Поехал! Нет! Я знаю, что подойди! Я тебе скажу что-то за херня! Это родная проводка, который плюс был на генератор! Генератор перенесен наверх, а старая проводка была заизолирована! Установлен спортивный стринговый паук, который... Я это все вырежу! Испытываем невасики! Слушайте, ну маршрут действительно изменился! Раньше таких диагоналок не было, мы раньше здесь сквозняком проезжали! Дальше сейчас еще будет диагоналка, а потом подъем каменный! План был хороший, его пропустить через Межколею! А я так в яму! А? Я так в яму! Давай, давай! Нормально! Сейчас подтянемся! Давай! И лепешки подтягиваем! Вот люди... Некоторые люди боятся доверяться штурману! Он же не знает, что вот здесь камень! И он на него наедет и поедет вверх! А он говорит, я сейчас лягу! Ну... Хотя до переворачивания ему еще очень-очень-очень много! Все! Еще одно дальше место проблемное и все! Легко! Поехали! 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 Дом, на котором мы не были год! Он стал где-то проще, где-то сложнее! Вот эта часть обвалилась! Раньше дорога была вот плюс три метра! Сейчас прямо подразмыло видимо ручей вот здесь ушел! И все это ушло вниз! Опять же, несколько лет дождей, хороших зим полноводных, и дорога эта исчезнет! То есть ее просто размоет, а дальше объезжать негде будет! На меня! На меня! На меня! На меня! Давай, хорош, пошел! Пошел! Лаша едет! С этого ракурса я еще этот подъем не снимал! Бросай с цепу! Бросай! Спалишь нахрен! Вышись, я буду пакет? Нормально! Балка балка! А он дальше вывесится! Дальше оторванный глушитель! Руль туда! Боль! Боль! Назад! 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 Сюда! Еще! Стоп! Еще назад! Еще назад! Еще назад! Стоп! Вперед на меня вот так! Вот так! Вот так! Сцепа? Нормота. Порвал тебя что-то? Пробили тормозную трубочку на камнях. Сашка там сейчас рихтовочными работами занимается. И что? Думаешь, забил? Да, 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 да. Нормально, нормально. Назад! Назад! Стой, 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 не, не, не. Ещё назад! Ещё, 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 ещё. Вот сюда и лежать, вот сюда. Сюда, броху. А ну-ка. Броху, броху, броху! 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 Рапчик, рапчик, рапчик! Давай, 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 давай! Давай, стоп! Назад откатись и накатай! Ты здесь попадаешь на две ямы! Оп, чуть-чуть туда! И давай, накатай! как броненосец потемкин ермак сибири вот и сделали объездку промойны на я говорю через год уже здесь дороги не будет скорее всего через год невозможно на будет проехать но это видно что связок тут никто не ездил да он сам проедет короткая но резина видишь резина другая для леса пойдет в гонках проигрывает мы были на такой вот я переживал за это место она в том году была узкая я думал будет хуже тут надо просто ходами толку вот я бы правее чуть-чуть сделал а он не смотрит давай поедешь только ровно по чуть-чуть подруливай а у нас впереди подъем не вы естественно у вас верхние поднимут это тяжело вот обратно очень далеко ехать поэтому а нам тут получается на гору подняться на высоту 700 и дальше по хребту и потом вниз в принципе ничего сложного но долго просто это будет дело время у нас где-то там часов 5 вечера без 15 6 вот давно хотели пробить маршрут вот пробиваем вот бы и на этом месте постоянно снимаем в ночи что мы тут страдаем у меня в каждое видео что мы тут страдаем на этом месте ну плюс минус 50 метров ну в общем ситуация такая что мы оставляем парней на уазе на второй ниве едем сашкой одной машиной на выезд вызываем помощь чтобы нам привезли запчасти все это время парни будут подниматься наверх вот а мы привезем запчасть и выезжаем на встречу и там же в лесу будем чиниться так что для вас пройдет пару мгновений для нас очень много времени уже стемнело и 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 Стой! Стой, стой, стой! Назад! Руль чуть-чуть вправо! Поднимаемся в подъем! Подъем! Тут камеры! Так, время 2 часа ночи. Прошло 6-7 часов приблизительно. Мы вот нашли Игорька в горячем ключе. Игорек нашел УАЗик с детальками. И приехали пацанов выручать. Через 5-6 часов на работу надо уже. Ну, будем стараться. И нам еще далеко-далеко выезжать. Я буду. Ну, спасателю-то буду. Вот. Снимаем. Короче, ремонтируем УАЗик. Время 4 утра. Ниву на подъем взяли сразу. На брелок выезжаем. Внизу УАЗ починился. Одеваюсь колесо и тоже есть. Подъем злой. Ребятки, ну, давно у нас не было такого выезда. Время 5 утра. Мы только выехали на асфальт. И то не все машины. В общем, покатуха была, конечно, не сильно лайтовой. Тачки все угрохали, помяли. Короче, жить. Спасибо, что остаетесь с нами. Что ты скажешь? Я кайфанул. На работу через 2 часа. Все, спасибо. Скоро новые видосы, новые выезды. И я надеюсь, что они теперь будут нормальные с ночевкой в лесу на базе. А не вот так вот целую ночь ремонтов УАЗиков и так далее. Все, все выехали. Всем спасибо. До свидания.